здарова как дела с тобой форель а эта игра джадж сим и наконец-то мы с тобой на стороне правосудия в этой игре от нам с тобой предстоит решать кто виновен а кто нет все больше ничего не знаю пойдем смотреть новая игра у вас уже есть игра да и почему она есть потому что я настраивала как всегда да и мне там прогресса никакого нет диндон кто-то куда-то звонит дверь открывается есть почта на твое имя ваше имя ваше имя а мое имя ок мое имя форел пусть будет форел я ведь надо было написать уважаемые форел вас назначили судьей ура боже мой к этому я шла все свои институтские годы банановая республика здание суда настоящие банановая республика это что week one случае 1 1 день хорошо какие дела мы рассматриваем почта ваша честь прежде всего мы как представители министерства желаем вам успехов на новом посту мы хотели напомнить вам о деталях которые нужно для правильного суждения конечно напомните мне улики найденные в файле улик вы также узнаете содержит ли планшет цифровые улики ничего не поняла файле дела содержится содержание дела и информация о подсудимых нажав на микрофон можешь задать обвиняемому несколько вопросов эти вопросы сыграет важную роль в вынесении вам решения по делу что на планшете можно получить доступ к некоторым цифровым доказательствам например с записям камер видеонаблюдения аудиозаписям также можешь получить доступ к записям ваших диалогов с обвиняемыми и через микрофон в книге закона содержится правило и наказание за пронаврушение которым вы должны следовать и принимать правильное решение ну вот то есть ладно хорошо законы это понятно что надо все по закону решать но бывают такие моменты очень спорные знаешь наконец-то ты вынесешь и решение по делу помните что принятые вами решения будут иметь последствия конечно извините знаете я к делу даже не готовился ваш шанс стать жертвой покушения очень низко тут еще есть приколюхи о том что меня могут тут прям в зале суда застрелить обалдеть вероятность ареста очень низкая меня ареста не еще деньги и психическое здоровье об этом мне никто не рассказал как работает микрофон давай проверим давайте посмотрим материалы дела давайте посмотрим материалы дела это я говорю обвиняемому то есть я как самый нормальный судья вообще не подготовлен к делу и решил заниматься этим во время уже заседания до полиция ответчик или обвиняемый черт вы знаете давай посмотрим в этом деле нет никаких доказательств хорошо у нас давай досье джеймс адли 26 лет мужчина номер отмечка отпечатка пальцев к суду банановой республики обвинения ограничен что ограничение нарушение ограничение ограниченное нарушение применение джеймс адли был задержан в два часа ночи после установленного времени ограничения в 22 на основании того что он не дал согласия на применение уголовной процедуры было около часа 50 я плохо себя чувствовал тот момент я забыл что существует ограничение и просто бродил вокруг я увидел патрульных полицейских и вспомнил что существует ограничение и настоял на том что мне выписали штраф чтобы мне выписали штраф ограничение там немножко непонятным ограничение над на что после установленного времени ограничение на основании того что он не дал согласия на применение уголовной процедуры вот это я немножко не поняла но так я понимаю что у нас просто какой-то комендантский час до 22 он значит пошел слоняться где-то черти знает где в 2 часа ночи настоял на том чтобы мне выписали штраф ладно хорошо дальше что у нас еще есть правило статья обвиняемый приговаривается к сумме не кашляйте пожалуйста за ли сюда обвиняемый приговаривается к сумме наказаний за преступления перечисленные в разделе обвинения мы посмотрим цифровые улики ничего нету примем так магазин электронная почта электронной почте у меня тут еще есть вы там подождите я тут важные дела решая записи речи на все речи нету честно говоря не очень понятно что тут вообще делать это не сексуальное точно преступление же первые в глаза бросилась так преступление на дороге кибер преступление преступление против государства так общественные преступления преступление физической агрессии преступления от стрекательства преступление вербального нападения кражи убийственные это скорее всего общественные преступления и так за общественные преступления у нас что ограничение ограничение нарушение что это значит вообще наказание 6 месяцев госслужба 1000 долларов денежное наказание умышленное повреждение не выполнение обязательств под стрекательства людей к не ну вот наверно не выполнение обязательств хорошо не выполнение обязательств я вам вот что говорю почему вы не позволили полиции принять карательные меры потому что я думал что был прав они не дали мне шанс объяснить я не хотел чтобы до этого дошло своем заявлении вы сказали что плохо себя чувствовали ночью почему мы не вызвали скорую как я уже сказал ваша честь первое что пришло мне в голову это выбраться это выбраться а что под подробностях я не подумал это выбраться выбраться откуда боже ну что за перевод выбраться наверное выйти просто погулять подышать понимаешь свежим воздухом наверно дело в этом джеймс дадли вы не виновны подожди определить наказание ну блин чуваку было плохо просто пошел погулять с другой стороны он мог быть каким-нибудь воришкой или каким-нибудь наркодилером или еще что-то подожди-ка давай еще раз посмотрим записи речь это тоже нам не надо нам надо с тобой еще раз глянуть вот это вот и увидел патрульных так может просто штрафом упаяем да и все погнали джеймс давай штраф о нем тебя просто деньги а еще а натуре можно же не на деньги можно его отправить убираться там а сколько месяцев подожди 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 сейчас мы все решим где там мои мой кодекс вот нам обратно 6 месяцев госслужбы серьезно тюрьма 12 месяцев не выполнение обязательств два года тюрьмы ладно пусть будет короче 6 месяцев госслужбы будешь служить государству банановому своему погнали значит это и будет пусть 6 месяцев вот я так решила я так решила пусть так будет ну по блин человеку просто плохо но вышел он комендантский час я вообще считаю что комендантский час это должно там что такое должно произойти чтобы вводить этот комендантский час для взрослого человека заметь ему 26 лет утверждает решение утверждаю очень низкая вероятность чего что покушение успешно очень низкая вероятность успешно провал если сумма двух костей равна двенадцати немножко не поняла нет чем моя семейка так у меня еще кажется проблемы с семьей будут судя по всему что меня ноль денег в моем кошельке то блин чё делик смотрим чё смотрим привет жена привет сын привет дочь привет котик главное смотри тыкаю на котика тыкаю на жену да ничего не происходит а должно быть я пойду приготовлю тебе покушать любимый ведь ты пришел с работы устал а может быть и нет тут у кого как кто придерживается каким не семейным устоем так скажем но вообще по хорошему тут как бы не в стойк дело в том что люди должны заботиться друг о друге дочка почему-то уроки не делает сидит пацан вообще как понюхал кайфует ладно выйти закончить день у вас есть что мне сказать нет я спать до свидания так закон принят теперь преступникам судимостью будут назначаться наказание с отягчающими обстоятельствами это мне надо запоминать судя по всему каждый раз выходят новые правила до меняется конституция законы меняются дополняются и за этим за всем надо следить потому что иначе можно очень сильно обосраться хорошо здравствуйте ван гуи у вас зовут джеймс джон джордан давайте посмотрим блин алекс его зовут ладно привет алекс брендан 27 лет чушь такие попадаются то номер отпечатка пальца криминальная судимость есть обвинение хранения и транспортировка накрыть на некротических средств при так примечание у алекс алекс я акси аксель они аль боже мой да что такое у акселя брендана который был пойман в ходе проверки личности проведенной полицейскими командами вечером в результате личного досмотра было обнаружено небольшое количество наркотиков небольшой то сколько сколько грамм сколько грамм было в результате сканирования личности выяснилось что этот человек уже дважды был судим за хранение ношения наркотиков и был оправдан оправдан был в результате последующего расследования не было найдено никаких доказательств того что аксель брендон занимался торговлей наркотиками доказательств нет что он занимается но они у него почему-то есть да интересно а криминальная судимость уже была а у нас кстати у нас кстати было так нет примечание электронная почта вот в электронной почте нет этой газеты которую мне выдали декорации домой что ли чуть купить можно ладно мне это сейчас не интересует вообще доказательства предметы найденные при подожди а тут уже а алекс написано аксель аксель дними я думаю я чую с натуре это того немножко чиканулась предметы найденные при алекс это тот же аксель брендон после обыска 5 миллиграмм кокаина ничего не знаю про кокаин вообще это все больше ничего не могу почитать ладно тут мы все прочитали с тобой давай посмотрим про наркотики что тут у нас есть по наркотикам преступления против государства наркотические преступления хранение и транспортировка наркотических средств 10 месяцев госслужба усиленное наказание в 18 месяцев и 5 тысяч денежные наказания подожди хранение а что программы ничего не написано серьезно то есть не громовки ничего этого нет у нас в нашем банановом государстве друзья я считаю что нужно многое что пересмотреть это я уже тыкала на всякий случай просто тыкаю чтобы вдруг чего-то случайно не пропустить ладно давайте пообщаемся вы собирались продать эти вещи до проверки документов эти вещи кокаинчик нет ваша честь я как раз шел домой и вдруг увидел полицейских проверяющих документы я хотел изменить направление но уже попал в их поле зрения от кого вы получили этот предмет я получаю его через своего друга но не знаю у кого он его покупает то есть а зачем является ли человек которого вы называете мой друг близким другом близким другом нет ваша честь кого-то я встретил месяц назад в пабе под названием гранд паб я не знаю вы лично то есть мы не выйдем на на реках мы их если чё не контрабандой торгу и незаконная торговля контрабанда оружие нет финансовые преступления в общем про наркотики похоже это все но знаешь что я думаю что судя потому что челик уже много раз попадался я не знаю продает он не продает тут написано хранение и транспортировка наркотических средств то что он принимает это его дело абсолютное мне вообще плевать честно говоря и всем плевать но вот то что он у кого-то это закупает а еще возможно он это может продавать на 5 миллиграмм 5 миллиграмм ты сколько это ему на нос вообще наверное не хватит даже как там это делают фильмах всяких я не знаю как то здесь маловато всего но согласись маловато всего чтобы я решила какой ему я считаю что надо его заставить на госслужбу все 18 месяцев госслужбы заколебал дальше штрафы пойдут и понял алекс брендан и на госслужбу на 18 месяцев ты понял блин хотя что-то там говорилось про то что я должна его пожёсте да но я правильно все делаю жесткие наказания все очень низкая вероятность того что меня убьют успешно мне обычно не везет ни в костях нигде либо а сейчас тут прям везет дорогая дома еще сказать сын еще сказать кот кот мяу ты чё есть в газетах ничего нет пульт не тыкаться что у нас тут есть еще неделя первая денег до сих пор нету спокойной ночи денег нет как только деньги короче появится сразу начнутся вопросы так какой-то солидный дядечка стоит давай-ка прежде чем мы с тобой пообщаемся я все проверю это что это что такого я не видел какой-то странный ящичек наш которым рюкзачок мы чё-то нажали и взорвали наверное так джейсон хамстрет 42 года мужчина отпечатки пальца хрен с ними криминальная судимость нет не был судим ладно так суду банановой республики обвинение покушение ночью фредди холлс какой-то это не он если чё это джейсон генеральный директор компании глинсвик был найден мертвым в багажнике своего автомобиля во время обычного патрулирования охранной автостоянки было установлено что камера наблюдения с которой был виден район где произошел инцидент в момент происшествия не работала охранник джейсон а джейсон охранник который был единственным сотрудником компании на момент инцидента стал подозреваемым был задержан командами хорошо единственный сотрудник компании на тот момент после того как он убил фредди коллса получается два чувака что это могло слуху что ну реально подожди почему написано покушение покушение на убийство ладно сейчас мы все разрулим сейчас все разрули мы с тобой нам все почитать убийственные преступления преступления кражи приступили любом так поэтому подстрекательства физической агрессии поджи он убит это уже убийстве убийственным преступлением так умышленное убийство многочисленное запланировано убийство мыши на непреднамеренная причина смерти покушения хорошо тут побольше всего написано цифровых улик нет примечание магазин по магазин подожди так тут же у нас улики обычно лежат нет что это здесь уже улики должны были лежать чудо тупанула ладно давайте пообщаемся здравствуйте для прохода через въезд на парковку и ворота соединяющие компанию и парковку для прохода через въезд на парковку и ворота соединяющие компанию парковку требуется удостоверение личности как по-вашему убийца пробрался на парковку незамеченным я не могу найти ответы на этот вопрос ваша честь двери не использовали системе с тех пор когда я заступил на смену у вас были проблемы с фрейд того кого он убил похоже генеральным директором компании вы хорошо его знали глин свек является действительно крупной компании я знаю его по имени я начал работать три месяца назад встречался только с отделом подбора персонала и финансовым отделом и у меня не было с ними никаких проблем и это все а например что ты так почему где он находился во время преступления да почему у нас нету никаких из морга приколюшек когда умер человек во сколько времени когда труп окоченел там все дела ну понимаешь да я решаю блин вообще исходя просто из своих каких-то умозаключений я должна додумывать я считаю что он не виновен потому что у нас нихрена нету ребятки у нас ничего на этого нету дайте мне патологоанатома заключения смерти фредди почему как он сдох как лежал какие ушибы удары на нем были где был этот человек надо проверить все прежде чем решение выносить алёша что происходит у нас здесь я не имею права его садить понимаешь это ненормально это даже не умышленное убийство мы даже не знаем убийство это или нет намеренно но или нет ну-ка поговорим хочет чуть рассказать его письмо и чё говорит чё ваш честь из-за так так из анархистов на наше правительство теряется теряется множество улик чтобы обеспечить безопасность доказательства на судебных процессах мы достаем вам в устройстве которое мы называем creep text и по на мать а у нельзя было мне также в руку дать это письмо чтобы я поняла что это за мы разработали шифры на этом устройстве таким образом что только вы сможете их расшифровать если попробуешь открыть его три раза до того как загорится зеленый свет короче криптиз уничтожит улики вот мое лицо когда я понимаю что я уничтожила улики ребята вы тут ни при чем на самом деле просто я новенький в этой компании в этом ладно к черту знаешь чё джейсон хам хамстер я считаю что так все у нас все нормально я считаю что ты короче освободишься иди иди ты не виновен вали знать не хочу ничего отличное решение всех проблем никто не виновен нормально не посадили не убили это самое главное это самое главное пожалуйста ведите пароль я пришла денег снять что ли так баланс у меня на карте сейчас видимо 100 что ли выплаты зарплаты плюс 600 долларов аренда дома 300 покупки 120 счета 80 я что-то мало получать что мне с ними делать жена у меня 100 долларов короче эту зарплату получил у меня всего лишь 100 долларов я не знаю что дочь ваша дочь просит 100 долларов на оплату школы вы согласны если не согласитесь то потеряете рассудок на оплату школы да конечно забирай жена все никаких тряпок и кстати и а ну еду мы купили я так получаю понимаю что получаю 600 долларов в неделю да нет а ну может да может следующая неделя начнется ну ладно в общем не важно блин да готов как бы рубашку рвать но платить за школу ребенка обязательно а вот жена вроде их все устраивает в принципе ладно давай на этом заканчивать а закончим мы день прямо здесь семьей наверное считаю что мало здесь прописано всяких прикольных вещей считаю что я облажалась жестко с уликами ну что делать где не сказали читайте письма каждое утро не сказали вот газету под но засунули а письмо не засунули это делать такой вот из меня офигенный судья а тебе спасибо за просмотр ставь лайк звони в колокольчик и я приду просто побыть здесь а